Уже неделю в этом дворе работает тяжелая техника, экскаваторы, погрузчики, самосвалы. Движение для автомобилей перекрыто. Это, конечно, определенные неудобства, но жители не ропчат. За многие годы они сталкивались с такими трудностями, что готовы потерпеть. Это надо было давно делать. Вообще в этом году полнейший бардак был у нас здесь во дворе. Здесь не чистили ничего. Это где-то буквально перед весной. Один раз почистили и все. Я здесь два раза чуть под машину не попал. Потому что не чистили ничего. Вот так был каток. Просто был каток. И то, что я взрослый, а детишки бегают. Очистить этот двор от снега для дорожников целая проблема. Проезды узкие. Автомобилисты не реагируют на просьбы коммунальщиков. Не убирают машины во время работ. Как, впрочем, и сейчас. Несколько автомобилей даже пришлось переставлять с места на место с помощью эвакуатора. На этом участке трудятся специалисты общества «Дорстройсервис». Виктор Мирошниченко уже 30 лет работает сначала в строительной, теперь в дорожной сфере. За эти годы ни одну сотню километров дорог проложил. Ни один двор вместе с коллегами благоустроил. В Ангкепасе живу уже с 87-го года. Я работаю в этом предприятии уже 17 лет. Занимаюсь сейчас работой по обустройству по территории, чтобы было хорошо нашему народу. Машины ставить было удобно по расположению. В данном дворе две девятиэтажки и два пятиэтажных дома. Соответственно, много автомобилей. Парковочных мест не хватает. Потому городские власти приняли решение увеличить эту стоянку, но при этом уменьшить территорию детской площадки. Другого выхода просто нет. В этой стороне двора число парковочных мест увеличится в два раза. Полоса для автомобилей будет находиться одна здесь, а вторая вот в этой части двора. А между ними расположится островок безопасности. Кроме того, дорожники заасфальтируют тротуары и проезды. Обновят детскую зону. Одним словом, через неделю двор будет не узнать. Его жители таким изменением только рады. Мне нравится вообще тут все. Как-то забота какая-то об людях. Очень довольны. Потому что все старое было. Так сказать, даже и неудобно для жителей, для жильцов. А сейчас смотрим, делают широкие тротуары. Очень хорошую площадку делают для стоянки машин. Ну, наверное, в дальнейшем будет и хорошая у нас детская площадка. Ну, просто приятно даже. Однако не у всех на этот счет такие положительные эмоции. Некоторые горожане высказывают в соцсетях другую точку зрения. Не предупредили о проведении работ. Негде гулять с детьми. Много шума. Городские власти просят граждан набраться немного терпения. Ведь любой ремонт, даже в квартире, проходит со многими неудобствами. Алина Нощенко, Олег Басарыгин. Специально для новостей.